Всем привет! Вы находитесь на канале BigFireApple и сегодня ко мне пришло две посылки, два чехла для разных смартфонов. Для iPhone 5s оригинальный чехол и для iPhone 6 там прозрачный чехол. Ну, извините за спойлер, так сказать. Давайте начнем либо с этого, либо с этого. Давайте начнем. Так, попробуем сначала без ножа. Нет, без ножа тут явно не обойдется. И начинаем резать. Так, оп. Да, это чехол для iPhone 5s и для пятерки. Так, посмотрим, внутри там еще что-то лежит. Спасибо, пожалуйста. Больше ничего нету, давайте смотреть на чехол. Чехол не для меня, а для моего друга. Так, ну, похож на настоящий, да? Как это вытаскивать? Так, сам iPhone убираем. И вот такой вот чехольчик. Похожий на оригинальный iPhone 5s. Внутри такая вот приятная, как сказать, прослойка, как на оригинальном чехле. Бархатная, да? Нормальный чехол. 200 рублей стоил. Переходим к следующей посылке. Туда он будет чехол для iPhone 6. Который мне придет скоро отсас. Ха-ха. Тонкий юмор, да? Попробуем открыть без ножа. Это будет... Ладно, без этого никак не обойтись без ножа. iPhone 6 скоро придет ко мне. Скоро он будет у меня. Итак, вытаскиваем чехол. Так, что за фигня? А, это белый поролон. Так, меня, походу, обманули. Нам чехол должен был быть много побольше. И вообще, я случайно сначала заказал для 6+. И потом уже продавцом связал, сказал, что мне не нужен для 6+, мне нужен для шестерки. И вот. И он мне вот такой вот отправил 0,33 мм. Но, к сожалению, у него камера будет выпирать. И это не очень хорошо. Вот, смотрите. Сравнение. Как отличается iPhone 5s от шестерки по размеру. Да? Разница небольшая, но она все-таки есть. 6+, я не стал брать. Взял шестерку все-таки. Не знаю, что-то какая-то тут небольшая грязька. Вот такая вот распаковка. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И ставьте пальцы вверх. Пока-пока.